Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бизнес-канал снова. Меня зовут Юля Прайл, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о новом запуске от Huda Beauty и ее палетках, девятках, которые называются у нас Brown Obsessions. Небольшое отступление. Я сегодня не знаю, что случилось у меня. Я долго не могла настроить свой микрофон, то есть мой кот, он решил скушать про этот микрофон, который я использовала постоянно. Потом я решила попробовать свой микрофон-петличку, он тоже не работает. В итоге я решила использовать свой совершенно старый микрофон. Надеюсь, звук сегодня у нас будет хорошим, потому что, ну, бывают такие дни, когда вот все не так, как ты хочешь, идет. Но знаете что? Иногда нужно работать с тем, что имеется, и вот как раз-таки этот вот случай. В общем, давайте вернемся к палеткам. Эта коллекция состоит из трех палеток. Тофи Brown, Caramel Brown и Chocolate Brown. Я не взяла палетку Chocolate Brown, потому что каждый раз, смотрев на нее, и думая, нужна ли она мне, или мне стоит взять эти две палетки, я понимала, что это не моя цветовая гамма, меня она не вдохновляет, и я решила остановиться на этих двух. И к тому же именно Тофи и Caramel Obsessions, это те палетки, которые многих заинтересовали, потому что они отличаются от того, с чем она обычно выходит. Как раз-таки шоколадная, там такие прям оттенки обычные, нет ничего уникального. А эти две, как мне кажется, стоят наше внимание сегодня. Что мы знаем об этих палетках? Палетки сделаны в Китае, к сожалению, или к счастью, потому что они не такие дорогие по цене. Это, в принципе, оправдывает то, где они сделаны. Также по граммовке мы получаем 7,5 грамм в каждой палетке. И как же худо описывает ее новый запуск? Во-первых, это высокопигментированные тени, что очень здорово. И в этих тенях мы можем увидеть 4 разных текстуры теней. Первая, это бархатистая пудровая текстура. Вторая, это насыщенная металлическая текстура оттенков. Третья, это маслянистая мерцание кремового мрамора. И четвертая, это как раз-таки ее новая текстура. Теней под жемчужные хлопья. Итак, давайте посмотрим же теперь на свочи. Первая палетка, которую я посвочила, это была палетка Toffee Brown. Меня она гораздо больше привлекла из всех трех, потому что это достаточно необычная желтая гамма теней, которой у меня нет в моей коллекции. И надо сказать, что свочатся они хорошо. Это хорошие пигментированные тени. Очень красиво и необычно смотрятся металлики в этой палетке. Мне кажется, эта гамма будет просто идеально на лето. Но я не сказала бы, что когда я свочила палетку Toffee, она мне настолько зашла или понравилась в плане пигментированности оттенков и также насколько они красиво смотрятся. Как палетка Caramel Brown, и вот карамельная коричневая палетка, это как раз-таки тот пигмент, который я, наверное, ожидала увидеть от ее палеток девяток. Оттенки невероятно пигментированные, насыщенность, яркость. Мне показалось, что матовые оттенки в этой палетке, конечно же, как и металлики, они дают хороший пигмент сразу, это видно. И вот именно металлики, они чуть лучше передаются при свочинге. Прям экстремально насыщенные, мне это очень понравилось. Дизайн, вот именно у ее последних запусков, это прям что-то с чем-то. Действительно хочется это взять в руки, хочется потрогать. И вот дизайн, это, мне кажется, то, над чем худо работает очень и очень много. И это подкупает. Что, ребят, давайте перейдем к туториалу с этими палетками. Очень надеюсь, что качество этих палеток нас не разочарует. Ну что, поехали. Я совсем забыла, я не сказала вам про цену этих палеток. Они стоят 29 долларов каждая, что, в принципе, обычная цена для ее палеток девяток. Я нанесла свой любимый праймер для теней от Urban Decay. Ну что, я полагаю, что мы начнем именно с палетки Toffee, потому что мне эта гамма наиболее импонирует. Я думаю, что я хочу начать с самого светлого оттенка. Это будет как базовый оттенок у нас, который, в принципе, невозможно будет увидеть, настолько он светлый. Кстати, ребята, вы замечали, насколько хорошее качество упаковки у Худы? Вот особенно зеркало, оно такое большое, в нем можно увидеть все. Мне это очень нравится. Дальше я, наверное, хочу взять вот этот оттенок, такой больше как горчичный, и нести его на все века. Очень симпатичный цвет, на самом деле, для базового макияжа. Мне кажется, он смотрится таким же, каким он смотрится в рефиле. Это здорово. Дальше я, наверное, хочу взять вот этот вот оттенок. Мне кажется, он будет идеальным почитанием в нашем макияже. Очень хороший пигмент у этого цвета. Мне кажется, у Худы есть такие цвета, которые смотрятся красиво в ее палетках. Например, вот этот оттенок, мне кажется, он будет достаточно сложным в работе, потому что может пятнить. Этот же оттенок, он вот хорошо себя ведет, и я этому очень и очень рада. А дальше я хочу взять, знаете, какой оттенок? Вот этот вот желтый. Мне кажется, он делает эту палетку как раз-таки. Так, и я хочу просто сделать такой как акцент на веки. По-моему, очень красиво смотрится. Я не могу ничего плохого сказать. Далее я хочу взять этот белый оттенок и немножко подправить линию растушевки. Очень все классно смотрится. Теперь самое главное, пришло время пробовать наши шиммеры, которых тут достаточно большое количество, чтобы выбрать на свой вкус. Я думаю, я хочу начать именно с этого шиммера, который у нас дает... Который дает нам большие очень надежды на то, что он будет пигментированным. С шиммерами у Худу, по-моему, все всегда было хорошо. Она умеет их делать. Я хочу дальше взять вот этот, гораздо более такой приглушенный шиммер. Я вас приблизила. Мне кажется, так будет гораздо лучше, это все видно. Этот шиммер, он кое-как показывается на веки, то есть почти даже, мне кажется, не видно, что какой-то блеск в нем есть. Он, похоже, будет гораздо лучше, как топпер, потому что он никак не проявляется на моих глазах, что очень странно. Немножко расстраивает, да, что в нем нет такого пигмента. Далее я хочу взять вот этот шиммер, потому что меня он привлек с самого начала. Он будет гораздо более пигментированным, чем два предыдущих. Вау! Вот это я понимаю пигмент. И он, кстати, очень легко опадает, поэтому нужно быть аккуратным с нанесением его, когда у вас уже есть тон на лице, например. Вы знаете, мне нравится этот шиммер, но у него такая плотная текстура. Я не знаю, нравится мне плотная текстура или я больше по легкой текстуре, когда дело касается теней. В принципе, мне нравится, как макияж смотрится. Это суперпростой такой макияж, который, мне кажется, может повторить почти каждый. Я немножко хочу растушевать все, что у нас имеется на веке. Той же самой кисточкой. А что насчет этого шиммера? Мне очень интересно, как он будет смотреться. О, по-моему, в нем тоже не такое большое количество пигмента. Мне кажется, это один из самых худших шиммеров, которые когда-либо я пробовала. Да, в нем нет ничего такого особенного. Смотрится он очень даже неплохо в рефиле. Итак, теперь я хочу взять, наверное, самый темный оттенок из этой палетки и немножко, чуть больше затемнить вот здесь вот, просто потому что у нас все затемнение, все ушло при нанесении шиммеров. И последний штрих будет это нанесение нашего самого первого шиммера. Мне он понравился больше всего. У нас большое количество подашек. В принципе, это ожидаемо, но все-таки я хочу, наверное, взять вот этот оттенок и нанести его на линию роста ресниц. Возьму кисточку от Ruffer номер 03. И сейчас, ребята, немножко подредактирую вот эту зону под глазами с этими опавшими тенями. И вернусь к вам через секунду уже с полноценным макияжем на обоих глазах. И вот так выглядит наш конечный образ с палеткой Toffee от Hooded Beauty. Мне очень нравится, что получилось. Я добавила желтого оттенка вот сюда. И мне кажется, это сделало образ гораздо более таким ярким, таким уху. Весенний образ получился. Супер классно. Мне было очень легко работать с палеткой. И в принципе, это неплохая, неплохая палетка, да. Но мне кажется, что некоторое, ну большинство шиммеров в ней, они не очень хорошего качества. То есть, приходилось таки набирать цвет, чтобы хоть какой-то пигмент появился в некоторых оттенках. Особенно этот оттенок, который мне больше всего понравился. Не достаточно пигмента в нем. Но мне нравится, как это получилось. Сегодня, кстати, надела реснички. Всего лишь использовала тушь нашу от Джеффри. И, да, прикольно. Очень хороший образ. Мне кажется, это мой вайб, мой стиль. И это та цветовая гамма, которую я обычно никогда бы не подумала использовать в своем макияже. Но, в общем, это хорошее поле для эксперимента. Тем более, цена у нее 29 долларов. Очень хорошее предложение. И теперь пришло время перейти к нашей палетке Toffee от Huda Beauty. Поехали. Для палетки Caramel Obsessions от Huda Beauty я хочу взять сначала оттенок наиболее светлый. Я бы сказала, это светоколичневый оттенок. Нанести его на все века. Я использовала, опять же, свой праймер от Urban Decay. Он достаточно пигментированный даже при первом нанесении. Это очень здорово. Не ожидала. И я просто растушую этот оттенок по всему веку. Я использую кисточку от It Cosmetics. Это кисточка для устажевки как раз-таки. Опять же, очень хороший базовый цвет. Но если я посмотрю на эту палетку, вы посмотрите, то можно увидеть, насколько она теплая. И вот как раз-таки, когда люди смотрят на то, с чем выходит Huda, с новым, чем она выходит, все сходятся во мнении, что ничего нового в ее палетках нет, особенно в цветовой гамме. Многие говорят, что зачем выходить постоянно с теплыми палетками? У меня есть же отличные холодные цвета, холодные нюды, в конце концов, что гораздо более интересно, чем теплые коричневые. И я соглашусь с этим. Вот чем больше я вижу, с чем Huda выходит каждый раз, тем больше я такая, а нужно ли мне это? А уникально ли это для моей коллекции? Поэтому... Но мне кажется, что иногда это здорово, иметь что-то вот в такой теплой гамме. Тем более, мне кажется, у меня такого нет. Теперь, теперь я хочу взять этот оранжеватый оттенок. Мне кажется, это будет что-то интересное и необычное для той гамме макияжа, которую я обычно делаю на своем канале. Я нанесу это на все век, акцентрирую внимание больше на верхней части. Очень, кстати, хороший пигмент. На удивление, на удивление, он очень хорош. Использую кисточку от Raffer, мою любимую, 16-ю. Растушевка очень даже хорошая у этого оттенка, но он прям такой, знаете, яркий. Я возьму свою кисть от Sigma под номером E44 и возьму вот этот светлый оттенок. Так, не это! Я нечаянно взяла этот шиммер. В общем, я возьму этот оттенок и подправлю немножко растушевку, потому что она слишком зашла далеко. У-у-у, нет. Я возьму эту палетку и возьму здесь как раз-таки этот белый оттенок. Мне кажется, макияж получается у нас, опять же, с акцентом на оранжевый цвет. Если что-то пошло, я хочу взять этот темный оттенок, коричневый, и... Так, чувствую, пылиться достаточно хорошо. И затемнить область, где мы обычно затемняем все. Я использую кисть от Raffronome 14. Я бы сказала, что этого оттенка... Хороший пигмент. Он хорошо тушуется, надо сказать, тоже. В принципе, оттенок очень даже хорошо себя проявляет. Я не могу сказать ничего плохого пока что. Мне нравится, как он смотрится. И, если честно, я изначально думаю, что я в пух и прах разорву эту палетку. Потому что, ну, я, скажем так, смотрела один обзор. Только, честно, один обзор смотрела. Просто я не хочу смотреть миллион обзоров. Потом у тебя мнение, оно не твое. Потому что ты уже знаешь, что другие люди думают об этой палетке. И так легко сделать так, чтобы мнение, оно сформировалось не свое, а чужое. И именно поэтому я предпочитаю смотреть сейчас меньше обзоров перед тем, как я делаю обзор на что-либо. Так вот, я, помню, смотрела обзор Morgan Turner, и она говорит, что оттенки здесь так себе тушуются, не очень пигментированы. Вот именно про, она говорила про шиммера. Еще от вот именно матовых, я могу сказать точно, что они очень даже хорошего качества. Тот же самый оттенок на второй глаз я нанесу. И теперь я даже не знаю, что я хочу взять, какой оттенок. Мне кажется, пришло время попробовать наши шиммеры. И шиммер, с которого я, наверное, хочу начать, который больше всего меня привлекает, это вот этот шиммер. Мне кажется, он будет идеальным в нашем макияже. Прямо сейчас он прям подходит, как нельзя лучше. А подашки, без них никуда. С этой текстурой теней, которую предлагает нам ухода, особенно вот такой оттенков, которые прям чувствуются очень густыми по своей текстуре. Я не знаю, как это сказать, плотными по своей текстуре. Можно ожидать с такими оттенками. А подашек, надо сказать, что хороший блеск дает. Вот, и в принципе, это то, что мы видели в этой палетке. Такой же плотный оттенок, и он действительно хорошо смотрится на веках. Мне нравится. Да, прикольно. Теперь я хочу взять, наверное, вот этот оттенок посередине. И посмотреть, как он покажет себя. Оттенок, который посередине у нас, он не имеет в себе огромного количества блесток. То есть он не такой шиммерный, как другие шиммеры в этой палетке. И напоследок, наверное, я хочу взять какой-нибудь вот этот оттенок. С свирлами, как называют это, худо. Мраморные оттенки называются они, правда же. И я хочу это почему-то внести именно в середину. И именно этот оттенок, вот как и все оттенки мраморные в этой коллекции, так понимаю, вообще не имеет в себе никакого пигмента. То есть ты их пытаешься вот так вот достать, какой-то пигмент. И только ты делаешь что? Вот какие-то следы непонятные в рефиле. То есть вот то, что я получаю, это просто максимум того, из того, что я получила, когда я пыталась какой-то пигмент хотя бы получить. И его нет. Знаете, напоминаю чем-то палетку от G-Free Star, когда у него там такая же ситуация была. Если честно, я пока что не вижу чего-то такого, чего я ожидала от этой палетки. А именно прекрасного пигмента, насыщенности. Растушевка, да, она хороша, но в плане ожиданий моих, они пока не совпадают с реальностью, можно сказать так. И это немножко печалит. Я ожидала чего-то более такого прям вау. 29 долларов, и ты получаешь такой пигмент. Опять же возьму этот самый темный медовый оттенок. Нанесу я вот сюда, потому что он может терять свою насыщенность, и связанную при нанесении шиммеров. И можно сказать, что наш макияж готов. Это очень легкий образ. Есть небольшие у нас опадашки, особенно на этой щеке. Их просто вау, целая куча. Надеюсь, вы это видите. Ну что, ребят, и последний шаг, который я хочу сделать для этого макияжа, это, наверное, использовать тот же самый темно-коричневый оттенок для нижних ресниц, потому что я почему-то не очень хочу использовать этот темный черный оттенок. Мне кажется, это будет слишком смотреться агрессивно. Поэтому я возьму кисточку под номером 02 от Ruffer и просто нанесу этот оттенок. Мне кажется, это даст нам ощущение такого естественного, ну более-менее естественного макияжа, а не какого-то гранжа. Правильно же? Гранжа. Сейчас я подправлю свой макияж, нанесу тушь на ресницы, сделаю стрелку и вернусь к вам уже через секунду. И вот такой у нас получился конечный образ с палеткой Caramel от Huda Beauty, Brown Obsessions, карамельная палетка. Надо сказать, что палетка показалась мне интересной, но не совсем. Я не могу сказать, что это что-то необычное. Или это цветовая гамма, которую я не видела, или вы не видели. Как раз-таки нет. Мне кажется, это мы уже давно видели. Это теплая палетка в коричневой гамме, ну или как бы карамельной. Карамельной гамме, можно сказать, тоже. И да, мне понравился макияж определенный. Я, кстати, использовала вот этот оттенок в середине для того, чтобы нанести его вот сюда. И мне кажется, это был отличный акцент. Мне нравится, как это выглядит. Я могу сказать, что все матовые оттенки в этой палетке хорошие. Они хорошего качества. Они прям такие пигментированные. И оттенки, они какими видятся в рефиле, такие они и при нанесении. Это здорово. Как мне кажется, эта палетка просто идеальна для ежедневного макияжа. Оно и видно. В принципе, как и в палетке Тофи, этот оттенок, он очень сложно набирается. Но когда набирается, вы получаете достаточно такой хороший пигмент. Но он прям очень рыхлый. Как будто бы как гель его. Но нет. В нем очень маленький намек на шиммер, к которому, наверное, мы привыкли, когда работая с какими-нибудь палетками от Наташи Диноны. Я не знаю, ребят. Мне кажется, вот по моему мнению, вот эти палетки, которые сделаны в Китае, и качество которых отличается от ее обычных палеток, которые, допустим, сделаны в Италии, это говорит о многом. Палетки, которые делаются в Китае, они не такого качества. Это не то качество, из-за которого мы все полюбили Худу, как мне кажется. Мне кажется почему-то, что вот эти палетки от Худе, это как эконом-вариант больших палеток от Худе Бьюти. Я не знаю, уже который раз я думала о том, покупать ли у меня их или не покупать, когда я увидела, что они запускаются, что Худы с ними выходят. И я все-таки решила, потому что думаю, ну я же обзорщик, я должна хотя бы что-то сказать о них, а я выбрала поэтому именно эти два оттенка. Еще я, конечно, буду пользоваться ими чуть больше, чтобы понять вообще в чем их особенность. Хочу сказать, что мне показалось, что вот эта палетка от Худе Тофи, которая мне больше всего понравилась, кстати говоря, очень похожа на палетку Голд. Я даже не могу сказать, что качество какое-то из этих палеток лучше или хуже. Они одинаковые по качеству, и цветовая гамма, она тоже одинаковая. Если, допустим, я скажу вам, что это палетка Голд, то вы скажете, а, да, ну это Голд палетка, я вижу, да, примерно есть эта тематика. Но если я вам покажу эту палетку Голд, вы скажете, да, это тоже палетка Голд, хотя это и есть Голд, а это у нас палетка Тофи. То есть, мне кажется, что тут нет никакой уникальности, тут нет ничего того, чего мы не видели, ничего с того, с чем бренды не выходили. И мне кажется, я не одна, кто так думает, что это уже где-то было, где-то мы это уже видели. Очень интересно, когда я зашла на Сифору, на Сифоре не написано, да, где сделаны эти палетки, какая-то информация о составе, и кто-то спрашивает, где сделаны палетки, и там даже не говорят, где они сделаны. То есть, якобы вот покупайте, а только потом вы узнаете, где они сделаны. И я почему-то сразу догадалась, я знала, что они сделаны в Китае, потому что все девятки, они делаются в Китае. Я ничего не имею против того, чтобы продукция делалась в Китае, однако, именно у этого бренда косметики, у Худо Бьюти, у нее палетки, которые делаются в Китае, они не такие хорошие, как те, которые большие, те, которые делаются в Италии. Разница, она очень большая. Если вы спросите меня, какая палетка из ее запуска Brown Obsessions самая лучшая, самая хорошая, по моему мнению, Toffee Brown Obsessions это наиболее уникальная и интересная палетка из того, с чем она вышла в этот раз. Даже, наверное, из этих трех ее прошлых палеток, с которыми она выходила, именно Toffee Brown, мне кажется, вот той палеткой, которой у меня прям тянутся руки, и, в общем-то, мне кажется, что можно верить, что Худо Бьюти эволюционирует, выпуская каждый раз, ну, одну и ту же формулу. Скорее всего, я не думаю, что она очень сильно отличается от ее других формул, но в плане именно фантазии цветовая гамма становится гораздо более интереснее, интереснее с каждым разом. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом запуске. В общем, да, ребята, такой у нас сегодня был обзор на новую коллекцию от Huda Beauty Brown Obsessions, из которой я взяла две палетки. Мне было очень интересно поиграться с ними сегодня и, в общем, решить и для себя, и показать вам, действительно ли эта коллекция стоит своего внимания или нет. И мне кажется, каждый сможет из вас сделать вывод свой, нужна ли вам эта коллекция или нет, потому что все мы здесь, да, чтобы немножко сэкономить деньги. Когда даже я смотрю обзор на какую-то новую коллекцию, я подсознательно думаю, нужно ли тратить мне деньги на эту коллекцию или я лучше потрачу их на что-то другое. Надеюсь, вам мой обзор помог разобраться во всей этой ситуации и понять для себя, стоит ли это все или не стоит. Это все свое внимание и денег. И еще раз спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео или подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Но я с вами не буду прощаться, ребят, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля. Я прощаюсь. Всем пока.